МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа 24 вопроса. Меня зовут Дмитрий Бачков. Здравствуйте. В Беларуси открылось уникальное производство лекарственных препаратов. Субстанции, которые разрабатывают учёные Академии наук, должны вывести отечественную форму отрасли на совершенно новый уровень. Разве можно пройти мимо таких газетных заголовков? Поговорим сегодня об этом и мы. Что это за удивительные субстанции? Что это за удивительные БАДы? Кто эти учёные, которые из полезного делают ещё и экономически эффективные? Итак, мои собеседники сегодня. Доктор химических наук, профессор, директор Института физико-органической химии Академии наук Александр Бельджикевич, а также академик, заведующий отделом биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада НАН Владимир Решетников. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам на программу. Не пригласить мы вас просто не могли. Я вот уже предвосхищаю нашу сегодняшнюю дискуссию. Зрителям рассказывал те заголовки, которые появились в прессе, о том, какие достижения у нашей фармацевтики сегодня есть. Действительно, этим можно гордиться, но прежде чем понять всю значимость этих событий, нужно понимать, что же, собственно, произошло. В первую очередь, что же это за субстанции? Такие, которые иначе как удивительными не называют для производства лекарств. Лекарственной тематикой наш институт начал серьезно заниматься, наверное, так, с 2001 года. Мы начали пропагандировать и заниматься вопросами получения аминокислот для фармацевтической промышленности. Это высокоочищенные аминокислоты. Ну, а следующим этапом это явилось получение производных аминокислот и продуктов пептидного синтеза. Надо отметить, что вообще аминокислоты являются теми кирпичиками, из которых построен наш организм. И, соответственно, их роль и функции в организме весьма и весьма высоки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Викторович, можно я сразу вклинюсь, просто как обыватель посмотрю на это, потому что первое, что меня зацепило в этих статьях, которые говорили о том, что появилась некая субстанция, это то, что раньше нам приходилось ее закупать в основном для производства препаратов. То есть это основная часть таблеток, которые мы покупаем в аптеках. Я правильно понял, да? Да. Такие вещи закупаются, а в ряде случаев купить их невозможно, поскольку те или иные более сложные молекулы на основе аминокислот, ну, не всегда доступны на рынке. И правда, что действительно такие дорогие, что они чуть ли не один грамм 200 долларов. Да. Это так называемые пептиды. Это, значит, молекулы, состоящие из двух или более аминокислотных остатков. Они очень сложены в синтезе, вот. Ну и, соответственно, их стоимость весьма и весьма высока. И что, теперь это мы можем делать сами? Да, теперь это можем делать сами. В промышленных масштабах, не в экспериментальных? Для этих целей в нашем институте создан участок, функция которого – производить такие вещи в количествах необходимых для нашей страны. Но я вам могу еще сказать, значит, если мы говорим о пептидах, то это очень эффективные молекулы. И, соответственно, их дозировки очень маленькие. Ну и, следовательно, объемы производства необходимые и достаточные для Республики Беларусь – это сотни граммов или килограммы, не более того. То есть здесь речь не идет о тоннах. Это наукоемкая дорогостоящая продукция. То есть в буквальном смысле то, что вы сейчас говорите, это есть на практике реализация вот этой программы импортозамещения, которая там много, так много говорилось в последнее время. Да. Аминокислоты, я так понимаю, это основной момент, который мы сегодня будем обсуждать, говоря в том числе о субстанции. Я не могу не спросить, мы не так давно принимали здесь спортсменов и говорили о допингах. Уж извините, что я так вот ассоциирую это для себя. Но аминокислоты действительно имеют очень важную роль для спортсменов, для бодибилдеров, потому что позволяют восстанавливать мышечные ткани и так далее. Вообще вот спортивную тематику вот сразу же не планируют развивать? Это ведь направление во всем мире одно из самых востребованных. Она ведется. Мы начали такие работы в 2008 году. И в результате выполнения ряда проектов государственных программ достигли определенных успехов в этом направлении. Это биологически активные добавки, которые используют спортсмены как раз в процессе подготовки к соревнованиям и в процессе самих соревнований. Но это не допинг. Это разрешенное соединение или композиции соединений, которые оказывают положительную функцию в условиях экстремальных нагрузок, способствуют восстановлению организма скорейшему и так далее и тому подобное. Опять-таки это то, что уже позволяет на этом зарабатывать деньги? Или пока это некий, скажем, экспериментальный период, когда мы просто что-то опробируем? Ну, вы понимаете, больших денег на этом не заработаешь, поскольку это эксклюзивные вещи. И, соответственно, они идут под заказ, и объемы их ограничены. Это в основном используется элитой спорта. Но в ряде случаев это входит в подготовку спортсменов более, скажем, низкого уровня. То есть это удел как раз небольших лабораторий при институтах для того, чтобы можно было каким-то образом развивать это направление и зарабатывать деньги для дальнейшего какого-то инвестирования в науку. Если вспоминать, говоря об аминокислотах, одно из последних событий. Вы в прошлом году очень много говорили об этом, когда белорусские и российские научные круги встретились, и шла такая тема, красная нитья, что передается некая технология по производству аминокислот, российская технология. Хотелось бы услышать об этом подробнее. Нет, здесь ситуация немножко другая. Какая? Ну, во-первых, аминокислоты в республике Беларусь востребованы. Прежде всего, это сельское хозяйство. Республика ввозит порядка 7 тысяч тонн лизина, 2 тысяч тонн метианина, ну и ряда других аминокислот, которые абсолютно необходимы для сбалансирования питания сельскохозяйственных животных. Это все импорт. Вопросы, связанные с производством аминокислот в республике Беларусь, они встали достаточно давно. Однако, по тем или иным причинам, скажем так, инвестиции под эти задачи найти не удалось. Ну и прежде всего, это связано с тоннажностью, скажем так, производства. То есть, для того, чтобы это производство, в частности, для животноводства, было рентабельно, необходимо производить большое количество соответствующих аминокислот. Ну и плюс еще, ситуация на рынке, скажем так, с точки зрения нашей республики, наверное, не совсем оптимальна, поскольку дешевые продукты из Китая, это, наверное, не только для нашей страны, это, наверное, для всех стран характерно, они, соответственно, осложняют вопрос о создании собственных производств таких продуктов. То есть, кто самый главный в мире конкурент? Я знаю, что это, вот вы сказали, Китай, который активно везде, похоже, набирает Индия, наверное, да? Нет, в основном Китай. Все-таки Китай? Да. Из наших соседей, с кем мы, в основном? Как вообще наша позиция? Значит, в СНГ производство, биотехнологическое производство аминокислот, значит, можно считать, отсутствует. Были проекты строительства крупного завода по производству лизина в Калининградской области. В России имеется производство метианина, это аминокислота, получаемая синтетическим путем. На этом все. То есть, конкурентов нет? На постсоветском пространстве как бы конкурентов нет. А рынок достаточно большой. Но поскольку у нас рынок открыт, то, соответственно, приходится конкурировать с китайскими производителями в основном. Вообще ничего, что мы так вот говорим о науке, а с другой стороны, так часто спрашиваем, сколько это будет стоить, сколько мы на этом заработаем. Как вот вы считаете, вот это отношение? Да, это нормальная совершенно позиция, поскольку считается вообще, что инвестиции в науку – это наиболее выгодные инвестиции. Поскольку при правильной организации этого процесса мы получаем новый продукт, который должен быть востребован на рынке и, соответственно, принести определенные дивиденды. Вот, скорее всего, будет точно востребован на рынке, по крайней мере, моральные дивиденды уже приходится получать. Владимир Николаевич, это я про тот удивительный момент, который, я надеюсь, осветите вы. Это пищевая биологически активная добавка на основе голубики, которая приписывает удивительные свойства, и зрение она восстанавливает, и с онкологией бороться позволяет. Я ничего не привлечу? Нет, не привлечуете. Я хотел добавить, вот, когда мы говорим о стоимости и о цене, вот, например, аминокислоты, сейчас мы подойдем к голубике. Например, вот, значит, в нашей отрасли, это производство фитопрепаратов, ну, например, есть производство такого препарата таксол. Это из тиса получают сложное астероидное природное вещество, стоимость которого одного килограмма – 3 миллиона долларов. За килограмм? За килограмм. Поэтому, вот, когда мы говорим наука и инвестиции, то, другое, то, положим, если мы, конечно, будем получать этот таксол очень мало, то вырубим все тисовые деревья, а вот поэтому нужно биотехнология получать этот препарат, значит, на основе, значит, культуры клеток и тканей, на основе микроорганизмов использования, вот чем мы и занимаемся. То есть вещества есть очень дорогие, очень необходимые, и в которых нужно обязательно вкладывать деньги, ну, и, конечно, на основе научных знаний. Ну, теперь перейдем к голубике. Действительно, значит, в 2010 году, вот, с участием, вот, уважаемого, ну, вот, с нами много работал наш, был руководитель, это Михаил Владимирович Мясникович, значит, нынешний премьер-министр, да, мы вместе инициировали, ну, настоящую, широкомасштабную программу промышленного голубиководства. И, казалось бы, зачем и для чего это делать, даже, понимаете, вот, с участием такого большого, значит, вот, круга и ученых, и учреждения. Ну, оказалось, что, значит, у нас есть голубика топяная, которую мы знаем все, в народе зовут дурница, вы знаете, потому что, ну, люди ошибаются, там, богульник, значит, пахнет, человеку болит голова, он думает, из-за ягоды, из-за голубики это. Ну, не в этом дело, значит, ботанический сад в 80-х годах интродуцировал, то есть, ввел в культуру Республики Беларусь голубику высокоросную. Это растение, произрастающее на американском континенте, не США, а северно-американский континент. Это отдельно искусно, есть какие-то плантации, которые... Нет, это было сначала в диком виде, потом они ее, значит, ввели в культуру, эту голубику высокорослую. Вот, значит, мы у них, значит, с ними на основе контактов получили эти растения через Москву и через Соединенные Штаты Америки и изучили эти свойства. Оказалось, что уникальная ягода для детского питания. Ни у одного ребенка никогда не было аллергии. Вы знаете, что даем землянику, там, значит, вот, как мы называем, садовую землянику и лесную землянику, аллергия от того-другого. Никогда не было, что очень важно для детского питания. Во-вторых, она содержит 3-4% пектиновых веществ. Ну, это высокомолекулярный полимер, который, значит, выводит из организма токсины и так далее, и так далее. Ну, и, конечно, антоцианы. Причем антоцианы став богатой. Мы в этом году провели очень детальный анализ антоцианов. Раньше считалось, что их 5-6 видов компонентов оказалось, до 10-12, причем с очень высокой антиоксидантной и антирадикальной активностью. С активными формами кислорода, АФК так называемый. Вы знаете, что это чрезвычайно важно, потому что избыток, излишний кислород, понимаете, он, конечно, так сказать, является, окисляет у нас вещества. Он негативно сказывается на все процессы, происходящие в организме. Да, и поэтому, значит, эти антоцианы, они являются одной из ловушек. Ну, такая ловушка есть. Мы знаем аскорбинку, потому что мы должны много есть. Это токоферол, значит, морковку, рыбий, жир и так далее. И антоцианы. Оказалось, что голубика содержит богатейший состав, и все сопутствующие вещества являются тоже полезными. Просто получилось, так сказать, чудо-ягода. Мы провели такую работу, что, положим, надо давать антиоксиданты. Ну, давайте съедим целую ягоду. Ну, это будет хорошо? Хорошо. А что, если мы с ягодой будем получать сок, там, для других целей остается этот, так назовем, жмых? Или будем, так сказать, это твердый остаток. А он как? Порошок провели, там все антоцианы. Если высушить, это легко. И сделать порошок, то можно дозированно вводить и детям, и спортсменам. Я думаю, эти спортсмены, которые, если бы нашим хоккеистам дали бы этот антоциановый препарат... Думаете, прошли бы далеко? Я думаю, что прошли бы. Понимаете, они... Что же вы предложили? Да, я уже вчера это смотрел, и, значит, вот думал, что здесь небольшой просчет. Вот нужно было, значит, послать такую посылку и с антоцианным порошком. И вы все-таки сделали. То есть есть уже сегодня порошок, и есть сегодня этот БАД, да? Как у нас обычно, у нас вот до опытной партии доходит легко. Ну, не знаю, вот в моей работе, правда, длительной в Академии, но потом немножко затормаживается. Вот мы с вами говорили о каждой президенте, он номер 59. Это поможет нам быстрее приталкивать нашу работу. Но здесь ведь есть еще один момент, очень важный, что президентская стипендия отмечена автор проекта, да, который как раз, с которого вы курируете, это Алла Деева. Это говорит о том, что государство, по большому счету, говорит, мы с вами, в правильном направлении вы идете. И, насколько я понял с того, что вы говорите, то есть это гипоаллерген. Это огромное широкое применение даже в пищевой промышленности. То есть мы можем, условно говоря, в любой продукт это добавлять и таким образом автоматически оздоравливать. Ну, мы это сделали, я сказал, и пищевую промышленность. Например, ну, значит, из другого растения, изерги колосисты. У меня другая есть аспирантка. Это в Брестском государственном педагогическом институте Наталья Колбас. Значит, получили антоциановый экстракт и стали им красить кремы в пирожных, значит, лукум, значит, пастила. И провели тоже такое испытание. Ну, говорю, у нас такая сейчас небольшая трудность. Вот мы проводим исследовательскую часть. Первую сделаем опытное испытание. А потом, понимаете, так сказать, это идет замедленно. Я думаю, это еще потому, что у нас в планах, понимаете, нету какого-то периода и выделения денег на, как мы говорим, по-старому внедрение, чтобы был период. Мы уже закончили. Нам дают, у нас появляется другая тематика. Мы перебрасываемся туда. Поэтому сейчас, я думаю, что вот последний указ президента, о чем я говорю, 59-й, говорит о том, что мы сейчас сможем более активно разработку. Вот указ 59-й, это получается еще один документ, который вот эту всю программу, весь этот клич, который брошен науке, давайте будем от теории приходить в практике, в первую очередь отдавать предпочтение тем сферам, которые могут давать результат сейчас, которым мы хороши, потому что, понятно, государство у нас не очень большое для того, чтобы заниматься всей наукой одновременно. И, в принципе, я думаю, что не ошибусь, скажу, что в мире, наверное, и нет такой практики, чтобы занимались всем сразу одинаково успешно. Конечно. Вот. Это первое. А во-вторых, что мне хотелось бы понять, это каким образом сегодня действительно вот на эти коммерческие, новые, ну, скажем, рентабельные, эффективные рельсы переводится наша наука, в том числе и связанная с вами, и с фармацевтикой, в том числе? – Химики в этом всегда имеют общую лидирующую роль. Вы знаете, у нас и неорганическая химия, и органическая химия. – Александр Викторович, что вы скажете? – Да, это, значит, ваш приоритет. – Ну, для химиков это, с одной стороны, несколько проще. – Ну, век-то химии, может, все привыкли, что в другом химии у нас. – С другой стороны, сложнее. – Почему? – Вот мы уже 10 лет ставим вопрос о необходимости создания в Республике Беларусь какого-то микрозавода, да, который способен был бы в небольших количествах производить большую номенклатуру наукоемких химической продукции. Вот. К сожалению, ВОЗ и ныне там. По ряду причин. Причем причин, может быть, формальных, а может быть и не совсем формальных. – Смотрите, как работает, например, концерн БАСФ, да, и сравните его с нашим Белнефтехимом. Вот. При приблизительно одинаковой численности, да, объем, валовый объем продукции концерна БАСФ на порядок больше. Вот. Номенклатура продукции на несколько порядков больше. То есть этот монстр, вот, это, кстати, положительная характеристика, он позволяет себе выпускать десятки тысяч наименований всевозможной химической продукции. Причем это не всегда тоннажная продукция. Отдельные вещи производятся десятками, сотнями килограмм, и не более того. Но за счет вот огромного количества, значит, продуктов, он себя очень уверенно чувствует на рынке. А ситуация у нас, когда мы выпускаем несколько крупнотоннажных продуктов, любое колебание цен на нефть, на энергоносители, и сразу начинает это все лихорадить. Вот, кстати, процесс структурной оптимизации, которую сейчас затеяли на всех абсолютно фронтах, во всех ведомствах, дает почву для того, чтобы надеяться, что как раз-таки не только кадровая работа будет оптимизирована, но и подходы к тому, чтобы оптимально выбирать, скажем, и маркетинговые ходы, да, и структуру работы предприятия. Но ведь есть еще, кроме отношения крупных чиновников, кроме отношения науки, да, в этом вопросе, есть еще и отношения простых людей. И чаще всего бывает такое, что вот этот вот ореол отношения к тому или иному продукту, явлению, он бывает чаще более непреодолимым, чем остальные аспекты. Я почему спрашиваю? Потому что, по крайней мере, еще совсем недавно те же БАДы ставили в один ряд с ГМО. Говорили, что вот эта химия, это мое родное с огорода, которое можно есть совершенно спокойно. Вот как с этим, с общественным мнением, меняется ли оно? Мы сидим здесь вот перед экраном телевидения. Телевидение тоже имеет большую роль. То есть должна быть обязательно информация. Информация грамотная, информация специалистов. У нас получается так, что, положим, появились БАДы. И первая их, значит, рекламу делали представители фирм, заинтересованных. Фирм часто, ну, не очень, так сказать, наукоемких. И они шли первым фронтом, понимаете? И они информационное пространство сумели захватить. Потом, значит, уже мы, в том числе ученые, в порядке самокритики самому себе сказать, мы выступаем на первый план. И говорим, что их нужно обязательно, эти БАДы, понимаете, характеризовать с точки зрения химического состава, биохимического, понимаете, так сказать, физиологическое действие человека, давать грамотную информацию. Потому что один БАД готов, то есть можно для этого человека, а для этого нельзя. Для такого-то случая можно, для такого-то нельзя. Фирмы стараются это давать, понимаете, как панацеэт всего. И от зубной боли БАД помогает, и, понимаете, от болей в желудке. Вот это чаще всего действительно и отпугивает. Да, и отпугивает. Потому вот мы сейчас и работаем, и наша вот программа, я вот руководитель программы фитопрепараты, которая закончилась в 2010 году, сейчас разделы фитопрепаратов, импразамещающие фармпродукции, инновационных биотехнологий, значит, мое научное руководство этих разделов. И вот мы пытаемся, понимаете, именно вот поставить на настоящую научную основу. Владимир Николаевич, тогда давайте мы сразу сделаем коэффициент полезного действия нашей программы максимальным. По крайней мере, то, о чем вы говорите. Если вы согласны. Я согласен с этим абсолютно. Но есть ведь и другая группа людей. И если бы они были обывателями, я бы их, может быть, счет бы и не брал. Но это ученые. Помните, одно время мы говорили о пользе черники. Что ешь чернику, употребляешь элементы, которые содержатся в чернике, то восстанавливаешь зрение. Вот недавно вышла программа большая на российском телевидении, где выступили видные ученые, говорили о том, что никакого влияния на зрение черника не имеет. То есть, с одной стороны, мы видим ученых, которые утверждают, давайте будем БАДы использовать черникой. Это работает. А с другой стороны, которые говорят, что не работают. Каким аргументом вы положите их на лопатку? Нет, я хочу сказать, что здесь есть какого-нибудь препарата прямое действие, есть опосредованное действие. КОНЕЦ Если мы, как мы сказали, АФК, активную форму кислорода, будем убирать в организме путем потребления и витамина С, и аскорбиновой кислоты, и токоферолов, и в том числе антоцианов, понимаете, мы убираем основную причину. Потому что, когда народные целители и другие говорят, что надо человека рассматривать целиком, восточная даже медицина говорит, надо медитация, чтобы даже было свое настроение какое-то определенное. Да, лекарство тоже воспринимается при каком-то воздействии. Если ты считаешь, что оно действует, оно действует лучше, чем если ты полностью негатив. Это эффект плацебо известный. Да. Но работает? Да. Вы знаете, по-моему, статистика такая, 20-30% случаев работает. Работает, да. Понимаете, то есть, фактически, я говорю, что вот это та односторонность, против которой мы выступаем. Конечно, черника человеку очень полезна, как и другие интенсионные, потому что устанавливают общий здоровый статус, который дает возможности, в том числе и влияет на, положим, передачу сигналов по нервным окончаниям, в то же время замедляет, значит, процессы образования катаракты и так далее. Понимаете, общее оздоровление, причем активное, активное, оно, конечно, так сказать, способствует сохранению остроте зрения и, значит, вот, образованию катаракты. Спасибо за это интервью. В любом случае, вы делаете полезное дело, начиная с субстанций, которые в конечном итоге сделают дешевле те препараты, которые мы раньше покупали исключительно на основе иностранных субстанций, БАДы, потому что съесть лишний витамин будет не лишним. Так что желаю вам удачи, ну и надеяться на лучшее, потому что эффект плацебо в 20-30 случаях все-таки работает. Работает. Всего доброго. Спасибо. 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 Напомню, сегодня мы говорили и об удивительных субстанциях, которые теперь есть не только на Западе, но и у нас в Беларуси, о БАДах, которые производят в нашей стране, а также о тех ученых, которые с полезным научились делать еще и экономически эффективное. Моими собеседниками были доктор химических наук, профессор, директор Института физико-органической химии Академии наук Александр Бельдюкевич, а также академик, заведующий отделом биохимии, биотехнологии растений Центрального ботанического сада НАН Владимир Решетников. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова